Исторические здания в центре города на протяжении многих лет находятся в плачевном состоянии. Десять лет назад руководство фирмы Кротберс приняло решение о реконструкции трех зданий и строительстве торгового центра по улице Советской. Здания были полностью отреставрированы. К ним была пристроена современная часть. В результате город получил торговый центр, освеживший центральную улицу. Он развивался в спокойной обстановке лишь пару лет. А потом, выражаясь словами президента Путина, бизнес начали кошмарить городские власти. Может случиться так, что очередей здесь больше не будет. Как и не будет магазины, кинотеатры, детского центра. Крупнейший торговый центр в Касимове могут закрыть. Отапливать его будет нечем. Городские власти настаивают на сносе котельной. Общая площадь торговых площадей составляет более 12 тысяч квадратных метров. Данный проект, реконструкция, включал в себя котельную, в которой мы сейчас и находимся. Которая должна использоваться для отопления торгового центра и снабжения его горячей водой. Данный проект прошел все необходимые экспертизы. Он получил экспертизу Государственного авторско-строительного надзора. Также проект прошел три дополнительных согласования по настоянию администрации города Касимов. Все эти разрешения были получены. Но администрация по-прежнему блокирует ввод в эксплуатацию данного объекта. В связи с этим мы не можем получить лицензию на газоснабжение котельной. Соответственно, не можем ее произвести в пуск, в эксплуатацию этой котельной. На данный момент торговый центр испытывает очень большие сложности с горячим водоснабжением. Всем нам понятно, что эти проблемы у нас от действующей власти. В том числе непосредственно исходят от Провоторова, господина Васильева и его заместителя Ермачихина. Архитектура полностью блокирует все наши действия по этой котельной. На все наши доводы они отвечают молчанием и отписками. Торговый центр стоит на участке, который законно принадлежит собственнику, как и котельная. И администрации города утвержден градостроительный план. Вся проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. При этом в состав проектной документации входила пояснительная записка по зданию котельной. Вопросов тогда ни у кого не возникало. В сентябре 2014 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию законченного объекта. И в комплекте документов снова присутствовала котельная. В октябре 2015 года чиновники городской администрации сочинили письмо, в котором утверждалось, что котельная не входит в состав торгового центра. Организовали служебную тяжбу и требуют ее сноса. Депутаты, если на себя берут такую ответственность, что два взрывоопасных объекта построены незаконно, то вы можете на себя взять такую ответственность и потом уже отвечать. Я на такую себе ответственность взять не могу. Поэтому у меня есть отдел архитектуры, который отслеживает все эти объекты, отслеживает разрешение и так далее. Не надо говорить, что 250 человек. Сейчас я могу? Хотел заговорить. Мы как бы понимаем. Вот 250 человек, это как показаться на улице, если не будет подано отопление. У этого центра есть ряд источников подключения тепла. То же самое он может подключиться, как и был раньше подключен, в центральной системе отопления. Температура теплоносителя, который поставляет та котельная, это 50-60 градусов. Для нормального функционирования торгового центра Кротберс необходима температура теплоносителя порядка 70-90 градусов. Если мы подключимся к городской котельной, мы просто замерзнем. Это равносильно тому, что мы останемся вообще без тепла. Чиновники в расчет не берут тот факт, что множество касимовских предпринимателей в одночасье окажутся на улице. Закроются магазины федеральных торговых сетей, а также кинотеатры, которые являются единственными в Рязанской области, за исключением областного центра, и были открыты за счет средств Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Что будет с торговым центром и вообще с теми людьми, которые работают сейчас в торговом центре? Не волнует ни власти, ни администрация. Все отвечают ухмылками, улыбками. Никого не интересует судьба более 800 человек, которые работают в этом торговом центре. И никто не задумывается о том, что бюджеты всех уровней потеряют достаточно серьезные деньги. По нашим оценкам, это порядка 800 миллионов рублей. Если перестать отапливать здание и закрыть его, то вместо красивого архитектурного сооружения мы со временем получим живописные развалины. Коих в нашем городе и так предостаточно. Исчезнет одно из последних действующих предприятий города. Также нам не удается свидетельствовать на регистрацию права собственности. Следовательно, мы не можем получить лицензию на газоснабжение. Из-за действий администрации мы не можем поставить эту котельную на, так сказать, 0,1 счет в бухгалтерском учете. В связи с этим это у нас проходит как объект незавершенного строительства. Соответственно, налоги на это имущество город тоже от нас не получает. Но нашим властям это тоже как бы неинтересно. На данный момент мы находимся в суде по, так сказать, вводу данной котельной в эксплуатацию. Отопительный сезон в городе Касимов обычно стартует с 15 октября. До 15 октября остаются считанные недели. А судебные тяжбы – это очень длительный процесс. Но власти города по-прежнему глухи к нашим просьбам, глухи к нашим проблемам. Решать их, кроме нас, никто не хочет. Конечно, ломать не строить. Снести котельную, остановить работу торгового центра. Кому и зачем это нужно? Точно не жителям города и туристам. А ведь губернатор Николай Любимов говорит о развитии Касимова как туристического города. Но у местной власти, по-видимому, другие планы на город. Какие преследуют цели, мы не понимаем, но думаем, что их цель – чтобы этот торговый центр обанкротился. Ангелина Малахова, Алексей Ларин, Александр Алабин. Специально для программы «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин